Пандемия не станет помехой для желающих покататься на коньках. В Сургуте залили городские ледовые корты. Из-за теплой погоды сделали это на месяц позже. Теперь эта зимняя забава доступна любителям активного отдыха. Кстати, на территории некоторых ледовых кортов будут функционировать пункты проката. На создание и обслуживание катков из бюджета города выделили 2 миллиона рублей. Качество льда проверили и представители администрации города. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Кое-где еще счищают слой пушистого снега. А рядом на свежезалитом ледовом корте проводят первую тестовую мини-игру в хоккей с шайбой. А прежде чем этому случиться, корт в течение нескольких дней тщательно готовили. К слову, погодные условия сказались и на этом процессе. Первичная заливка. Мы осуществляем силами учреждения. Со шлангов проливаем. И период заливки может увеличиться от 3 до 5 дней в зависимости от погодных условий. Потом выходит техника, которая у нас по договору проводит заливку горячей водой. Тем самым все неровности, все трещины она полностью проливает и лед можно использовать. За льдом тоже нужен свой уход. После массового катания на ледяном полотне появляются трещины и многочисленные порезы. Чтобы лед оставался идеально гладким, специальная техника будет трижды в неделю чистить покрытие. Кстати, на некоторых кортах заменили и защитные борты, а где-то еще летом отремонтировали и покрасили. В Сургут пришла настоящая зима. Уверенная морозная погода позволила залить ледяные корты. К слову, в этом году их будет 8. 8 городских площадок, которые уже открыты к прокату, где каждый желающий может прийти и просто покататься. На городские катки можно прийти со своими коньками и покататься бесплатно. Делать это можно без маски. Чтобы соблюсти социальную дистанцию, вход на корты ограничат. Пропускная способность – 15 квадратных метров на одного человека. Начиная с конца ноября, муниципальное учреждение «Надежда» начало подготовку хоккейных кортов муниципальных к зимнему сезону. В настоящее время в оперативном управлении «Надежда» находятся 7 хоккейных кортов. И 8-й корт находится в поселке Юность. В дне тренировочного времени любой житель города Сургута может прийти и покататься. В ход на трех хоккейных кортов планируется прокат коньков, если у кого-то с собой коньков не будет. Сейчас 7 городских ледовых кортов уже открыты для катания. Восьмой только готовят. Для удобства их разместили в разных частях города. В ближайшее время в Сургуте закончат и оформление новогодних локаций с ледовыми скульптурами, горками и праздничными елями. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут.